Мы плавно перемещаем камеру, и я пришёл сюда болеть за Непрокси. Непрокси, кажется, правда проиграл монетку. С другой стороны, у гномов всего 2 МБ, и как бы практика не располагает к тому, чтобы 2 МБ стёрли его. То есть, в целом, матчап с гномами не очень приятный, но с 2 МБшечек, в принципе, оно не должно разваливаться. Искренне в это верю. Ну и об этом говорит некий мой опыт игры. Как ни странно, в таких матчах, конечно, лучше работает не рыжик с МБ, а линейка с МБ. По понятным причинам. Ну, посмотрим. Anyway, матчап для Непрухи, скажем так, боевой, но примерно как у Крутца. То есть, вот, если его пробивать не будут, то, наверное, всё будет хорошо. Просто фактически, как бы, сила андедов не так, чтобы очень хорошо работает. Хотя блоки классно влияют на игру. Гулии тоже, конечно, теряют очень сильно в эффективности. Да и зомбики, конечно, не то. Хороший ивент выпадает гномику. Не критичный, но хороший. Ну, Непрухи грамотно встал, спрятал гулей. Не особо рассчитывал на какой-то положительный ивент. Ты имеешь в виду меч, который из крестов? С одной стороны, у него действительно чудовищный ДПМ. С другой стороны, он чудовищно неуправляемый. То есть, мне больше нравятся вещи, которые, может быть, дают не такой большой удар, но создают спейс. То есть, например, улучшенные фаерболы прокладывают туннели, в которые ты можешь забегать. Улучшенная библия просто дает круговую защиту, которая помогает. Что еще из такого припомнить? Топорики тоже как-то в этом плане, конечно. И сами топорики, особенно эволюционированные топоры, классные. Ну, я сомневаюсь, что в этой игре придется часто бить мумок в красные. Молодец. Мистер Лайт по затрату рерола не поленился. Пошел и построил три куба. Единственная проблема, что... У него подставлены оба рыжих. Один сильнее, другой слабее. Но ни пруха, ни будь дураком, подойдет мумий и стукнет. Опа! Мы, видимо, не боимся, что мума... А, мы блицуем в 1D с неудобного угла. В 2D. Ну... Ну, допустим. Но что-то мне не очень понравилось. Я понимаю, что это защита МБшки. Это очевидно. Но смотрелось это немножко уныло. Проблема в том, что тебе просто тогда стукнут в другую МБшку. Да и не скрести кубики мумии. То есть, халявный удар, халявный удар и еще Блиц. То есть, гномики ударили на лосе 4 раза. Из них успешно 3. И деды сейчас будут иметь 3 удара. Это очень много. Притом, из них 2 СМБ. Как бы, есть такие некоторые золотые правила и стандарты. А я, честно говоря, крайне далек от американского футбола, как от чего-то для просмотра. Я не знаю, честно. Я просто не интересуюсь. Меня притягивает в Бладбоуле ваха, а не американский футбол. Ну, может быть, я не знаю, честно. Не в курсе. В общем, мне пока не нравится то, что делает гном. Ну, в дискорде Румла, как я знаю, есть какие-то люди. Есть же еще не американцы в футбол. Есть еще какая-то его разновидность. Помнишь, Ника Кранчера с СК2ТВ? Вот Ника Кранчера с СК2ТВ любил какую-то разновидность. Того самого. Жду Total War Warhammer 3. Так он же уже есть вроде, нет? И Stalker 2. Его же никогда не будет. Странно-то как-то. А, 3-я ваха только 17-го выйдет? Ладно. Окей. Извините. Байди, еще ББ3. Я сомневаюсь, что он настолько безумный. Хе-хе-хе-хе-хе. Ох, Дио, а ты сегодня видел нашу тренировку с Брайтом? Она меня полностью смутила. Знаешь, Дио, я теперь не знаю, какую монетку выбирать. Как ни странно, мне кажется, мы оба с Брайтом как бы запутались. И глубокого понимания, куда тратить монетку, нет. Не ожидал, что к такому все придет по итогу. Надо как-то за один день разобраться. Я имею ввиду за понедельник. Бери атаку 100% на Дио. Там такой вантерн, что как-то очень некомфортно. То есть, по сути, по сути, я зафалил Клавсу катком. Но Брайт объяснил, ну мы потом... Я это тоже понял. Но фактически стало понятно, что нет смысла... Нет смысла фалить Клавсу. Вообще, на Клавсу не надо тратить усилия. Надо ломать вантернера и надо ломать крысоогра. Особенно крысоогра. То есть, Брайт сделал налом на мяч. У него ничего не получилось. И... Потом он просто встал и забил простой вантерн. Ну, я не особо разбираюсь, еще раз. Я от этого далек. Я просто Дио. Понимаешь, для того, чтобы атака сработала... Надо все-таки... Как бы... Убить крысоогра. Ивантернера. Это трудно. Не, не, Колян. Ломать Клавсу чушь. Уже проверили. Ломать Клавсу чушь. Она не самый страшный игрок. Игру делает не Клавса. Клавса несложно контриться. Сегодня вот с Брайтом окончательно убедилась. Не, Дио. Там... Там легко. С крыса Огром, у которого есть Джага, там толкается довольно легко. Только если он зафейлит первые два кубика, но хз, конечно. Ну, с Гаттерами непонятно, то есть. Он, конечно, может просто полностью отдать мне простой гол. Да нет, это тоже что-то Дио. Вот Брайот тоже, посмотрев, сказал, что... Видимо, надо плюнуть и просто выстраивать нитку. Ну, там в Антернер сайдстеп Голова Колян. Да, да, да. То есть Клавса в приоритете третья. После Головы и Огра. То есть Огар первый. Огар первый в приоритете на убийство. Второй Голова и третий Клавса. Эти экспериментальные данные получены. Знаешь, Дио, что странно еще? Что когда мы опять тренировали с Брайтом, типа... Его дакку, он тоже накидал пачку единиц. Я хз. Я бы, конечно, заставил покидать серию бросков, но оно работает как-то, конечно. Странновато. Немножко не хватает Днепрокси пробоя. Капель. Вот это тоже неприятно. Вот сейчас очень шаткий момент матча. Потому что... У Днепрухи сейчас реальные шансы есть кончиться. То есть, с одной стороны, он стоит неплохо. А с другой стороны, пару тык. И он может просто развалиться. Но это еще не катастрофа, но положение просто тяжелое у Днепрухи. Сейчас очень многое решится с хода дедов. Ой, дедов. Гномов. Плохо, что у Днепрухи еще и не было возможности пофалить как-то. Без фалов здесь, конечно, как-то... Ну, не Габелла, но не очень понятно, как плясать и что делать. Опять же... Гномик сейчас может просто назад вернуться. Ну, мне наоборот нравится дворфийский стиль. Я тут в некоторой степени солидарен с ПЧ. Как говорит ПЧ, TrueSkillBloodBowla TrueSkillBloodBowla Это... Как это называется-то? Это чейн-блоки. И гномы в этом плане, конечно... В таком формате короли. Моя вот игра против нурглей как раз, кстати... Яркий показатель этой концепции. Повезло, пока не Прухи, что ни седьмой армор, ни восьмой пока не трещит. Тут надо подойти. О! Наконец-то треснуло. Ну, минус две зомби, это еще не критично. Хотя, конечно, опять же, сейчас мячик будет спрятан. И... Рыжим надо марчить линейку. Это неправильно. Надо было рыжим марчить линейку. Гномикам уходить сюда, а этим уже давать ассис сюда. Потому что если бы он сейчас кинул 2-2, он бы не мог нормально прикрыться от зомби. С другой стороны, у дарфов остался один рерол на 5 ходов. И из-за того, что гном неграмотно сыграл... То есть, он вторую даблу кинул. Если бы он правильно бы стоял, он теоретически мог бы не реролить вторую даблу. Да, там пришлось бы получить с МБшкой. Но у нас как бы есть череп. И вера в себя. Если можно так выразиться. Так что, не знаю. Я пока верю в не прокси. Мне кажется, положение не прокси... Играбельное. Все еще. Как говорится, дайте... Дайте разочек там даблу гномам. И мы перевернем эту игру. Шанс на это всегда есть. Блин, ребята. Я вот чувствую некий апофеоз лени. Я начинаю думать, что мне хочется купить небольшую электрическую плитку. Или небольшую газовую плитку. Чтобы не отвлекаясь от стрима, что-нибудь себе поджаривать, играя в ББ. Ну, что-то кроме моей задницы. Не уверен, что это, правда, разумная идея, но все-таки. Представьте, играешь такой в ББ. Сделал свой ходик. Перевернул какие-нибудь жареные сосиски. Или что-нибудь еще такое. Прикольно, по-моему. Не, ну у меня большой компьютерный стол. Там тяжело было бы сжечь. Только если бы я психанул, начал стучать по столу. И вышла бы ситуация, при которой я бы перевернул. Но вряд ли. Не, понимаешь? Ты путаешь время процессами, мистер Нау. Для того, чтобы сходить поссать или посрать, Тебе условно хватает минуты. А для того, чтобы что-нибудь приготовить, Тебе нужна половина матча в ББ. Это в самом таком случае. Я не пью кофе. И оно у меня поэтому не может убежать. Все довольно просто. Ну, еще раз. Если бы я оставил бы эту штуку, Я бы оставил бы ее справа от себя. Там, где у меня есть обозрение. Поэтому. Да и тем более, во время матча. Ну что, я за две минуты сосиску испорчу. Как можно спалить сосиску за две минуты до углей? Мы за кого болеем? За Непруху? Мы болеем За такую мифическую вещь, Как качественный Бладбол. Ну, за Непруху мы, конечно, тоже болеем. Как я уже объяснял, он, конечно, сукин сын. Но он наш, сукин сын. Я имею ввиду Руба Бэлли. Ну и если подумать... Если подумать... Нам было бы приятнее играть все-таки против Восточной Европы. Потому что один раз мы их уже, как бы, побили. Повезло, Непрухи не хотят трещать. Ну, мистер Лайчей сын американский. А мы, как русские люди, естественно, не любим Америку. Потому что нам так по телевизору сказали. Канада? Он канадец? Ну, Канада. Какая разница? Канада топ страна. Канада. Ладно, нет, ладно, не буду. Это старая шутка про шлюха хоккеистов. Как говорится, за какую команду она играет, сэр? Большое спасибо, Гипли, за потрясающий пятый месяц подписки. Я глубоко тронут. Вот всякие, как это называется-то, всякие неподписанные мистера Нау пытались тебя третировать. Я это осуждаю. Да, я не помню, он что-то там про дропера говорил. Не видел? Он то ли днем, то ли вчера, то ли сегодня что-то писал, что ты там дропер или что-то типа того. Чем, чем дольше я играю в Бладбол, тем тяжелее мне кого-то упрекать в дроперстве. Рерол. Неприятно. Но у них руки их три, так что один... А вот это, кажется, потеря позиции. Но вот тут, конечно, не повезло. Сейчас непрухи могут немножко объяснить, что Борис ты не прав. Вот здесь очень хорошая марка с таклом. Здесь халявный удар. Забегание направо. Если мы здесь уроним, мы еще подгоним сюда Блицера на перекрытие. Опять шестерочка первым ударом. Еще есть... Ну, очень не повезло Непрокси. Стоит признать, что Непрокси просто сильно не повезло. Это такая вот дабла, которую Круц там кидал по КД. В ББ играть надо терпеть? Ну, я задам очень простой вопрос, мистер Нао. Если человеку внезапно разонравилось играть в Бладбол, зачем страдать и мучиться? Не даджи, а... ГФИ. Я вот раньше любил осуждать людей за дроперство, а сейчас я... У меня такая градация изменилась сильно, потому что... Есть вот ребята, которые... АФК-шат. Есть ребята... Которые играют 103 игры на нурглях. В принципе, в этом формате к дроперам уже относишься весьма индифферентно. Дроперы, как минимум, не портят тебе игру. Ну, вот. Ну, я, конечно, золотая дабла выпала для мистера Лайта. Блин, у меня после сраного ковида до сих пор сопли не пропали. Вот что приятно... Сейчас я проверю. Практически не давит диафрагму дыхания. То есть вот, когда я болел ковидом, мне дышать было тяжело, потому что ты вот вдыхаешь, и в какой-то момент у тебя застревает дыхало. Ну, драйв еще не закончен, но ситуация, конечно, грустная. Это правда. Пупка надо рассматривать как такого, как бы, мета-ироничного человека. Не относиться к словам Пупка очень серьезно. В целом, я бы сказал бы, что в принципе, любого стримера ПББ, когда он рассказывает о ПББ, не надо воспринимать серьезно. Особенно Ситара. И меня. Меня и Ситара. Вот этих двух человек никогда не надо слушать по поводу Бладбоула. Это точно. Ну, Пупа, Пупа уже не игрок, так сказать. Пупу можно не ругать. Пупа уже на пенсии. Ну, мне не знаю, просто... Я не думаю, что те навыки, которые развивает ПББ, очень нужны среднестатистическому человеку. Ребята, вот... Учиться играть по стримам многогрыза, это... Как бы так объяснить-то? У меня даже как-то слова нет внетного. Неправильно толкнул. Мне не понравилось. Надо было толкать наискосок. Ну, ну, спасибо, что... Как бы, все прокинулось. Еще и пробой выпал. Приятный. Ну, а тут уже все. Тут уже не прокси раздавлен. Абсолютно не понимаю, зачем дан вот этот контакт. Надо просто нормально построить клетку и блицануть в МБ, например. Или в Гулю. Давайте я попробую вам объяснить, в чем минусы того или иного... Привет, Лузияма. В чем проблема того или иного стримера ББ. Смотрите. Многогрыз по какой-то абсолютно неочевидной причине. Не то, что Дайсит, просто непруха очень не вовремя кинул даблу. Так вот. Многогрыз по какой-то причине считает, по абсолютно непонятной причине считает, что у него какое-то сверхневероятно глубокое понимание игры. И из-за этого невероятного сверхглубокого понимания игры, Многогрыз считает, что он уже настолько преисполнился, как будто сыграл в Блотболу 3 миллиарда игр, и ему все в этой игре понятно. И поэтому он пытается играть в Блотбол не понятными линейными способами, а изгаляется. Занимается такой, как говорится, игровой порнографией. Это неплохо, но это явно не та вещь, которая требует копирования. Многогрыз хороший энтертейнер, но плохой пример для подражания. Понимаете, о чем я? Это я к тому, почему не надо слушать Многогрыза, когда он размышляет о концепции Даджей, ну и вот это вот все. О том, что хмыреет имба, ну и вы понимаете, все вот эти стандартные сказки. Значится, меня не надо слушать по очень простой причине. Я могу вызвать у вас неправильное восприятие некоторых вполне понятных моментов. Притом, это не совсем моя вина, просто каждый ломается в ББ немножко по-разному. То есть, у меня действительно есть какой-то дар, какой-то дар находить крайне маловероятные ситуации, которые еще и растягиваются на какое-то продолжительное время. И на которых я начинаю немножко шизеть. ну, типа вот там, когда я начинаю высчитывать, почему у меня не работает аптека, или я начинаю высчитывать, почему у меня не работает риги, ну, вот это вот все. То есть, со мной стороны у меня есть на это полное право, и со мной действительно происходит всякая дичь, но вряд ли со всеми людьми будет происходить такая дичь, из-за чего не стоит распространять мой опыт на на себя. Ну, вот. Так вот, и есть еще Ситар. Ситара в целом, как бы, слушать в плане Бладбоула, конечно, можно, но Ситара слишком гиперболизирует разумный подход к Бладбоулу, как бы это странно ни звучало. В Бладбоуле, к сожалению, реально намного меньше логики, чем может показаться. В Бладбоуле прямо на порядок менее логичная игра, чем люди хотят чувствовать, понимать и вот это вот все, понимаете. Ситар поэтому тоже строит людей не те паттерны, которые плохо кончатся. как паттерны были наиболее адекватны, так это паттерны пупка. Ну, как адекватны? Паттерны пупка адекватны, если вы хотите добиться результата в Бладбоуле. но при этом эти паттерны с общечеловеческой точки зрения в тысячу раз безумнее, чем паттерны ногогрыза, мои или Ситара. Потому что пупа готов тратить буквально фантастическое количество времени и сил на занятия, которое определенно этого не стоит. Вот чем проблема. То есть ББ, конечно, хорошая команда, но она явно не требует такой трудозатратности. Пупок, конечно, пытался это нивелировать АС Лигой, хотя я думаю, что все равно если рассматривать, как бы это была крайне невыгодная сделка. Артемис Артемис не игрок. Артемис безумный пенсионер блатбойльный, к сожалению. Абсолютно поехавший. В этом плане даже ногогрыз намного нормальнее, чем Артемис. Артемис была АС Лига, ты должен был в названии команды делать пометку АС и платить взнос на каждый сезон 5 евро. И в конце сезона те, кто вышел в плей-офф получают какие-то бабусики и так далее. Там в зависимости от того, кто до какого раунда дошел. Но потом это закрылось, потому что люди ждали ББ-3. Ну, а где сейчас находится ББ-3, я думаю, вы прекрасно знаете без меня. Я бы, так сказать, здесь сказал бы аккуратно в производственном аду. Дождались. Но мы уже видим, что как бы из анабиоза вышел этот БЛИТ-СПИД потому что как-то ну да, что-то у Непрухи ничего не получилось. Тут уже не перекрыться, тут очень просто разруливается. ну все, тут уже тут еще тебе сейчас еще Вайта выкинут за поле, что вдвойне неприятно. Сейчас Непруху вообще могут довольно довольно серьезно наказать. Зависит от жадности мистера Лайта. То есть я выкинул БМБ такл и попробовал бы въехать в заделать чинблок по вот этой дряни вот так вот. Так что конечно не повезло. Ну мне кажется стил инбета не передает и одной десятой того, что происходит с ПБ3. Кажется нет повести печальности. Ну да, 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 тут можно еще теперь раз он повалил с первого раза надо идти и кушать Муму. Зря. Он мог спокойно подвести игрока сюда, подвести игрока сюда и с МБшкой попытаться выбить Муму. Мало ли. Просто если бы не Прокси потерял Муму, это было бы очень близко к конечной. Но в целом можно действительно сказать, что Непруха относительно легко отделался в первом тайме. То есть буквально потеря одной только Гули, а кстати зомби еще может встать, еще есть запасная зомби, это очень дешево. Это не проблема. да-да, Непрухи теперь придется очень сильно стараться на ничью. Это правда. так нет, они уже они же в пьёве выслали опросник, я его тщательно прошел, и они вопросники, по-моему, второй вопрос как раз связан с тем, что как бы у нас действительно все так плохо с цветами. И самое смешное в этом опроснике то, что они мало того спрашивают действительно ли все так плохо с цветами, они вторым вопросом интересуются а как вы думаете в чем может быть проблема? Это у меня вызвало конечно легкое состояние как бы сарказма, но я постарался ответить, как я считаю. Непруха хочет без реролов сделать вантерн, не одобряю. Но я ответил максимально четко сетар. Мне просто кажется, что с одной стороны подход к опроснику у них правильный. Буквально они задали все по-настоящему важные вопросы. Это правда. Вот. Но с другой стороны они как бы не сделали никаких выводов с прошлой беты. И когда они всерьез спрашивают как вы думаете в чем может быть проблема, это кажется какой-то глубокой иронией. Вот. Вот я нашел эти вопросы. Буквально вот второй вопрос. Did your experience any discomfort caused by graphics and lighting? В скобочках brightness contrast. Я ответил a lot. Там вот ответы были not at all, a little bit a lot. A lot. И вот следующий вопрос. А, не, не, вру, нет, этот вопрос я не сказал. А, во, во, во. In your opinion, what was the cause of your discomfort and what could we do to solve your issue? Извините меня за мой speak from my heart. Вот. Посмотрим ситар. Но, говорю, мне ситар чуть-чуть кажется забавным, что люди спрашивают как бы а как вы думаете в чем проблема. без негатива, но я чувствую здесь какую-то легкую иронию. И вот там дальше был тоже хороший вопрос. Why don't you like the new design? И там, и там три ответа. I don't understand the color code of the skills icon. Why some of they are orange, other are blue, some mixes stuc stuc us ETC. Дальше второе. I don't like the artistic direction. И самое классное. Оба ответа. Извините меня, пожалуйста. Грешно смеяться, но просто немножко смущает скорость реакции цианидов, понимаете? Но мне теперь втройне интересно, втройне интересно, как теперь, как теперь будет выглядеть третья бета третьего Blood Bowl лапа. Если честно, я практически не сомневаюсь, что это будет какая-то параша говна, в которой практически ни один вопрос не будет решен. О, Непруха решил дальше вонтер. Так надо гулю толкнуть на две клетки, вот в чем проблема. Мне кажется, Непрухе надо было бить. Ну, окей. минута полет и м того, как м в этом тебе хорошее а с другой стороны ты сидишь и думаешь чё вы до этого делали-то юкерный бабай ну не знаю стар у меня абсолютно ноль оптимизма по поводу блат боула 3 а смысле генератор дайсов отлаживали они говорили о том что рандомайзер абсолютно то ли что в bb2 если вам не нравится рандомайзер то научитесь играть это как бы линия поведения которая вроде как не менялась ну они отлаживали баги но просто там же еще был жесточайший профил которые скинули в чатик моего дискорда слушайте я его сейчас найду там как бы в обсуждении на абсолютно серьёзных щах написали одну штуку с которой я смеялся как кабанчик вот-вот да нашел где гаутер из сианидов отвечает да если видит это по поводу того что они колор-блайнд если видит зэт вайви реворка дзе дизайнс виду экшу или хэв северал колор-блайнд пипл и цианид мт рай ту мэйк шуа насан из и в ириллиант он кала он ли то есть как бы чувствую в этом какой-то глубочайшую иронию не за у меня на самом я все равно конечно буду троллить непруху залуз но стоит признать ему не везет сильно не везет я конечно ничего плохого в инклюзивности не вижу как в концепции другой вопрос что как бы надо понимать что инклюзивность не должна мешать восприятию как бы основной массы людей которые будет играть в игру вот в чем как бы очевидная мысль да то есть как бы понимаете например вот условно говоря условно говоря я например как объяснить я не расист условно я имею ввиду чтобы когда и дрис эльба играет стрелка в экранизации книги стивена кинга я знаю что стрелок был списан с молодого горящего клинта иствода но и дрис эльба отличный профессиональный актер и поэтому к нему претензий ну не так много там опять же как выясняется проблема в кино в том что кино говно проблема просто вот по какой-то непонятной причине почти все люди которые любят баловаться инклюзивностью просто-напросто выкатывают говенный продукт я не знаю почему так выходит для меня это одна из загадок человечества но ей богу вот раз за разом вот смотришь ведьмак тупое говно тупого говна ну просто по качеству сериала смотришь на условное там колесо времени то же самое и сейчас даже по фотографиям по промо фото властелина колец ты понимаешь что властелин колец делают люди ну чудовищно далекие от понимания того что такое властелин колец то есть даже несмотря на как говорится первого простите черного эльфа или на черную дворфийскую принцессу проблема же не в этом проблема в том что люди не понимают что они делают а это уже все просто детали ведьмак второй сезон говно да и первый говно второй просто эталонный в смысле эталонный плохой второй сезон ведьмака действительно говорит ну с другой стороны понимаете тут еще есть разница что все таки сапковский за деньги готов на все толкин уже ничего сделать не может он к сожалению как бы коньки бросил ну второй сезон мне во втором сезоне буквально я посмотрел две серии и мне хватило для меня две серии второго ведьмака было много я потом только на ютубе нашел новую песню лютика сказал хуже чем в прошлом сезоне и все и не добавил ее в плейлист посмотрел еще пару смешных обзоров про то насколько плох ведьмак но как бы я говорю просто по какой то непонятной причине люди которые уповают на инклюзивность стабильно выпускают кал вот я не знаю почему у меня нет понимания но по какой то по какой то неясной причине люди повернутые на инклюзивности раз за разом делают какой то запредельный кал вот опять же кстати с тем же идрисом эль эль бей да смотришь марвел да может там не любить марвел может там всякое рассказывать но вот например смотришь на то что как бы хеймдаля играет вот идрис эль бы у тебя это не вызывает никакого вот этого вот отторжения потому что идрис эль бы клевый ощущение что просто в основном актеры которых набирают по квотам они просто играть то не умеют чаще всего вот а талантливые не квотированные актеры как раз в эти параши обычно и не идут ну стоит сказать это тоже конечно такой момент примечательный надо блицевать вот зря подошел кстати мне кажется о а вот и добла на улице гнома мне не понравилось надо было вот этим блицевать сюда подходить валить муму и как бы потом подводить игрока сюда там ну короче там там были варианты игры гном плохо разыграл ну видишь первая серия ведьмака была ну типа скажем так в какой-то степени с духом ведьмака хотя и выполнена довольно коряво но в ней была атмосфера ведьмака а так вот ну вот это вот про зло предпочитаю не выбирать и так далее и тому подобное ну вот но вторая серия просто оказалась настолько плохой что она смогла с лихвой как бы показать что как бы весь вектор сериала идет куда-то не туда это конечно удивительно что такое инклюзивность ну это вот когда ради так сказать поддержания квотирования в кино да именно только в кино вообще много где берут например не профессионала более так сказать прошаренного берут например на его место кого-то менее профессионального на которое должен закрыть позицию там у нас там в конторе не хватает женщина то есть нам нужно по квоте набрать женщину чтобы получить там какое нити nombre или что-нибудь подобное я конечно знаю что на практике квотирование вроде как показала себя вообще рабочим в целом но когда это почему-то касается кино каждый раз как-то все очень тоскливо выходит но им чаще всего пользуются ситар что самое как говорится странное но я говорю опять же все проблема даже не в этом я говорю проблема в том проблема в том что вот все люди которые обычно это уповают просто выпускают калища например вот смотришь на охотников за привидениями которые были с женщинами вот у меня например теплое чувство о старых охотников за привидениями но при этом не в целом пофиг то есть просто сам фильм был настолько чудовищно плох такое концентрированное тупое говно и при этом режиссер буквально в каждом интервью рассказывал о том что зрители просто сексисты ничего не понимают и все такое хотя проблема была не в наборе девушек или в чем-то подобным а в том что кино тупое говно тупого говна вот я пробовал смотреть охотник за привидениями но это просто ужасно я реально я другого слова подобрать не могу это слово плохо не описывает даже половины того что происходит там да да в этом-то и прикол что если есть инклюзивность но дело сделано хорошо это не вызывает у тебя полыхание вот чем прикол нагрю завидным постоянством очень любят люди кричать о том что вот да вы вот там сексисты поэтому вам не понравились охотница за привидениями мне охотница за привидениями просто кал запредельное тупое говно ты единственная проблема это грустно конечно опять же есть множество еще и талантливых актрис как бы тоже с этим то проблем нет или вот смотришь например звездные воины вот смотришь на персонажа и финна но он же просто бесполезный бестолковый там вообще не нужен особенно пример когда вот второй фильм был там просто была 30 минутная ну не может не 30 может 20 минутная часть сцен где он с китаянкой просто получил из ниоткуда сюжетную линию которая ничего не дала которую можно смело вырезать это просто 20 минут хронометража которые были потрачены вообще непонятно зачем потом смотришь например на вот эту вот актрису которая играла рэй и понимаете я у меня например к ней нет негативного отношения хотя как я слышал ее в общем на западе не очень любят но ведь фактически просто сделали персонажа не просто картонного а вот реально максимально мэри сьюшного то есть заниматься таким уровнем проработки персонажа в наше время это просто позор просто позор да 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 это правда это правда бортом я правда слышал как дэйзи рипли жаловалась в интервью что почему-то после съемок в звездных воинах тихи и что-то никто никуда фильмы не зовет у меня есть пару догадок почему ну окей точнее я отлично почему понимаю почему адама драйвера зовут куда-то после звездных воин до хрена куда а дэйзи рипли боегу никуда не зовут ну боега ладно хотя бы там в тихоокеанском рубеже немножко поработал жаль что он как-то не особо продвинулся фильм хороший ну как хорош хорошее развлечение хочется просто так аккуратно спросить как бы а ты не думал что проблем то может быть в том что ты как бы слабенький актер ой какая нужен пробой очень плохая добла очень опасная добла если честно еще и без пробоя сейчас кстати не прокси попал в обратную ситуацию в которой теперь у него кончаются реролы а как бы отдел начинает пахнуть керосином прям реально проблема у непрухи очень опасный удар ну блин 2d в мяч ребят 2d в мяч стаклом то есть вот этот гард встает вот сюда этот парень бьет в 2d подходит этот парень добивает в 2d но тут опять просто непрухи ну конечно тут налетело единичек с этим ничего не поделать не везет непрухи прям сильно не везет ему прям вот эти деньги я понимаю что это сложная игра в которой действительно как бы очень многое решается на тонких моментах связанных с 1d бросками но прям ну понимаешь если он сейчас побежит назад его здесь с концами крыше его с концами доедают у него слишком плохая проигрышная позиция и поэтому у непрухи была вполне разумная мысль что надо дотерпеть ну а тут просто как бы додушила ну поздравляю ситар я кстати тоже по моему максимальный брал в районе вот там 120 чисел кстати он неправильно толкнуто вот этого паренька сюда повезло с пробоем потому что надо было в любом случае толкать его как бы в другую точку чтобы потом вот это толкать вовнутрь не ри роли скаттер конечно сложный сейчас проблема в том что у мумы просто нету кубов в таком окружении гордов просто нету кубов я не знаю что непруха может сделать ну то есть ему надо будет поднимать горда освобождать муму делать проталкивание через ударом мумы но даже при этом очень сложная игра даже при этом у него 5 игроков практически вне позиции на три гном их игрока но теперь теперь еще и муму не снимешь вот теперь стало совсем грустно теперь вот эти войты просто вот прям прям очень плохо мне конечно не очень нравится концепция при которой как бы непруха забежал на фланг к сожалению конкретно против таких гномов очень тяжело то есть если тебя поймали на фланге то ты скорее всего с уже не уйдешь но опять же непруха не совсем виноват то есть он может быть принял не идеальное решение идеальных решений бывая практически нет но тут как бы вот среднее решение и ужасные кубы сформировали огромную потную волосатую жопу из которой видимо уже не выбраться то есть с одним реролом на пять ходов сейчас надо кинуть хренову тучу 1d бросков и каждый из них скорее всего просто фатален то есть то есть буквально это конечно грустно в семье поверхности в пог extract ну это все конечно хорошо но ничего не дает видимо сейчас будет попытка даджа этим вот это хорошая мысль теперь размен стал адекватнее на видимо реально будет попытка даджа с проталкиванием а это 3 плюс 2 плюс и как бы там все грустно еще ведь надо понимать что так как у них руки сейчас нет ударов фактически ну кроме вот через дочь так далее да просто очень не везет ну спасибо за это но как-то еще и не уронил короче сейчас гномы если дадут хотя бы типа ну один-два удара то то все то есть если пробои то есть если гномы дадут парочку пробоев эта игра в принципе уже не играется но вот эта финальная попытка выковырить мячик из толпы и подобрать извините ну это гг ну то есть сейчас гному надо очень сильно привести у гнома супер позиция супер ситуация как бы чтобы здесь обосраться должно произойти нечто невероятное уже не произошло ребята к сожалению стоит констатировать что что уже не произошло уже даже с этого положения конечно на самом деле можно сейчас просто подходить и как бы дальше до выталкивать гном немножко коряво разыграл ну как бы видимо сейчас будет блиц с места мечом они тут может вот этим ударить сюда толкнуть а потом подойти вытолкнуть эту гулю а этим забежать вперед да смотрите рыжий бьет рыжий бьет толкая честно из косок наверное можно и так конечно теперь вот этот бьет гулю и подходит а меченосец выталкивает и забегает на перекрытие пипец ну гг но все просто давай вот вот этим сюда это очевидный блок я надеюсь сейчас мистер light ничего не привезет тут как мой розыгрыш был лучше все что я хотел бы сказать в моем розыгрыше было намного больше логики и он был просто выгоднее ну окей при том при моем розыгрыше условно у мистер лайта было два удара то есть он сначала без блица бил здесь если он фейлил кидал 2 2 например он мог после этого спокойно паре ролить как бы ну окей сыграл не идеально но в принципе прокатило дабла кубики в мячик с борьбой ну вот просто плохая игра гнома реально плохая игрок ну понятно что не пуха все равно эту игру проиграл это очевидно но но этот розыгрыш в этот ход он не доиграл мог сыграть вообще охуенно сыграл просто средне извините я просто каждый раз видя не идеальную игру не то что полыхаю но что-то конечно как не сдалось до непруха ни одной игры не выиграл до может быть это у него даже последняя игра на турнире есть такая вероятность это я это я без негатива конечно шанс на то что это последняя игра непрухи на турнире вполне грится реальна да позорный удар я согласен тут мы с тобой ситар полностью солидарный гном отыграл не знаю ну всегда можно делать поправку на то что гномик просто волнуется хотя опять же я считаю что отыграно было слабо там непруху можно было сейчас просто ну закопать окончательно не просто закопать еще там земли сверху горкой насыпать а вместо этого вышла ситуация при которой ну вообще-то даже еще непруха немножко повоюет немного но как бы по происходящему в матче даже это немного это многое как бы в без шансовый игре появились какие-то очень эфемерные шансы это все к вопросу о том что просто на таких турнирах надо бы доигрывать ну удар меченосом притом мы не подходим можно и тогда можно сейчас оттолкнуть мумию просто на 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 теперь дать удар сюда в гулю давай давай облицевать рыжим чтобы проделать дырку и поджать эту гулю с гордом сюда и потом имеет свободного блицера для даджа вот здесь мы должны остаться надо было оставаться это опять плохая игра да чё 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 гном такое дно блин чё чё гном что за ладно как бы допустим но мне тут не пруха рассказывал что у этого гнома поешь общий винрейт на аккаунте выше моего да такому дну проиграть непруха такому дну проиграет ну блины стар он играл неплохо но на мой взгляд как бы мягко скажем не выдающийся это аккуратно скажу он играл вот вот ключевое слово неплохо да когда все стало очень хорошо он показал как бы реально посредственные плей реально посредственные плей он неплохо мог уже два или три раза полностью уничтожить а вместо этого мы видим как то как там было в этом в заменитом ролике харьковского мэра да миша ну это все постная хуйня тебе так денег никто не даст понимаешь прикол то в том что он не увидел прям реально простые ходы то есть ладно бы дело было в том что он не увидел бы чет сложное не увидел прям реально очень простые ходы то есть вот как сказал ситар да вот что это был позорный удар я согласен это реально был позорный удар и он даже сейчас дал кубы в мяч дал какую-то борьбу на мече с подходом мумии не знаю очень слабо очень слабо так вот такому проигрывать конечно обидно не ну серьезно ланорес тут реально как бы было два очень простых хода при которых непруха будет был бы уничтожен то есть как только мячик стал выпит вот как только гном выбил мячик он просто бросил играть спасибо что это деды а не эльфы потому что будь это эльфы тут бы уже все было бы хричу а чё у непрухи он пытается думать насчет проталкивания но там есть типа проталкивания только она без кубов то есть любом случае надо бежать все-таки борьбой вопрос только в порядке действий я все равно сначала мумиями его ударил потому что как бы это довольно выгодно но он выбрал по моему реально самый слабый вариант из тех что были сыгралка как и яма в последних матчах рубла извините я их не видел поэтому моя шутка нелегитимна просто я по себе знаю что как бы нельзя давать шансы то есть всегда на гномах на гномах минутное расслабление может кончиться очень быстро тупо из-за мува и это не очень здорово ну вот hello джентльмен бурнье sorry i don't know french ну все это шанс все равно был конечно остальное ерунда я правда не знаю арно видимо какой-то французский боевой клич может не знаю не вкус я буду я буду козырять не чемпионством я буду козырять если смогу каким-то чудом переиграть этого чоу бланка потому что у меня что-то как-то его тревожность после тренировок меч это опять хочется еще потренироваться чтобы снять тревожность хотя по ощущениям тренировки только увеличивают ее надо оставаться на месте ну чё сейчас достаточно разминцевать вот это вот это подобрать мячик и уйти в закат двоечку выбирай можно стрелочку конечно ладно ну не знаю ситар у меня просто сложилось впечатление что как в не все решит скил единственное что я понял что мне конечно стоит не идиотничать если можно так выразиться неправильно толкнул надо было толкать вниз после этого делать удар который был бы не опасным если все хорошо то ты получаешь простые кубы вот сюда опять плохо разбил что за дном он он не может на ударах правильно толкнуть игроков бля не подбери мяч ну реально ребята он 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 просто он не может правильно ударить по мне так если человек играя на гномах не может правильно толкнуть игрока но это очень плохо ну тут еще не победа так то еще есть кубы у непрухи как-то зацепиться за мяч можно понимаешь мишандер hello monkeys у меня проблема то в том что на тренировках все хорошо но я не уверен что оно хорошо из-за того что не могу понять разницу между тем единички из-за того что такова механика матча или единички из-за того что мне просто прет вот чем проблема там такая тонкая реально тонкая грань ну тут сложно надо видимо кидать гф и вот сюда бить вот так вот освобождать дорогу видимо так листу хотя у него тут не особо по кубам но тут скорее вопрос том что вот эта гуля должна выбивать вот так вот атак лист должен работать с мечом и даже и так и так все плохо конечно начать наверное проще всего с вот этого удара чтобы освободить гулю и направиться в какую-то адекватную сторону опять же при том что гном отыграл конченую херри игра его конечно не наказала от слова совсем очень плох гном на самом деле как бы может быть стоит даже пнуть здесь в 1d чтобы задоджить гордом и встать вот сюда ну в любом случае это сложная ситуация где ну нет хорошей игры не то что хороший шанса не прухи на выбивание меча ну здесь процентов 15 потому что слишком много действий ну нет не так на выбивание и контроль так то у него как бы выбивание меча это условные 3 плюс и вот это вот все неплохо стрим слушает все-таки ой наконец-то первая травма на 15 ход вовремя не какой дочь мумии смотри гард доджет встает сюда гуля дает кубы и верит в чудеса при том опять же дном мог не давать эти кубы я хочу чтобы днома наказали на ясно не наказали ну хз грешно так играть ребята серьезно играть так как этот дном реально грешно как можно так разыгрывать в такой хорошей ситуации я не понимаю это просто стыдоба без без иронии и шуток игра гнома стыдно это вообще не уровень как бы сеной сыграл как какой-нибудь в заправский даже не знаю кто там был в команде кельтов а макнотон макнотон хотя бы он даже макнотон играл получше или жакра жакра тоже над все ирония конечно ну наконец-то гном смог сделать что-то издалека напоминающие приличный приличный ход правда как бы ну давай проталкивай игрока молодец сейчас еще пробой должен выпасть ну так иначе да гг ну если сейчас конечно члебосс ничего сверхъестественного не придумает вот просто вот реально три хода подряд катал полную вату привез и все равно по итогу конечно ну преимущество к этому ходу было слишком большое так и то гном думал последние 30 секунд? Ну, окей, чел. Ты же понимаешь, что сейчас есть два куба в мяч. Ладно. Ну, допустим. Мишендор. Как известно, можно все, но зачем? Не, ну он хотя бы в этот ход сделал одно толковое проталкивание. Не то, чтобы это, конечно, его оправдывает, но... Понимаете, мне просто кажется, что в ББ важнее не показывать божественные ходы, потому что игра редко тебе дает возможность показать божественные ходы. В ББ важнее не мисплеить. Понимаете, в чем дело? И вот гномик реально три хода мисплеил по КД. Это очень много. Он дал, он дал не прокси, сука, два раза влететь в мяч или три. Ну, то есть, это очень много. В ситуации, где у тебя полный контроль, дать столько кубов в мяч, это грешновато. Если бы я так играл, у меня какой-нибудь условный колян, как патриарх гномов, с говном бы съел в чате. Ну, опять же, конечно, к непрухе не так много претензий, то есть, тяжеловато играть, когда ты кидаешь столько единичек и всего. Нет, он хотел найти вот здесь 1D5+, чтобы иметь вот здесь выбивание мяча. То есть, так был бы удар здесь, был бы удар в 1D, но даже при этом там шансов мало, не хватает игроков. Да, да, Ситар, я согласен. Игра очень много простила гному. Скажем так, Блиц очень сильно порешал, конечно, на атаки Непрокси. То есть, Блиц сразу поставил Непруху в тяжелое положение, даже при том, что гном отыграл Блиц. Ну, как бы, ну, такси. Чел, нажми кнопку окончания. Ты уже выиграл. Тебе не надо бить. И этот стрим слушает. Да уж. Арморчик 65, но дайсы на травму хорошие, конечно. Спринтики плохие, но там просто одна дабла на спринте повлияла. У Непрухи в этом плане, конечно, как-то просто приходилось больше бросков вкидать. В общем, конечно, грустно. Практически вот бывают такие матчи, где буквально каждый засранный микромомент падает не в твою пользу. То есть гном буквально ну, окей, он накидал даблы на блоках в первом тайме, хотя это по итогу не порешало, потому что мумия кинула даблу на ГФИ. И вот во втором тайме гном кинул одну даблу, казалось, что она может порешать, а потом Непруха пошел и накидал еще хуже кубы и как бы грубо говоря, каждый раз получилось, что даже когда гном кидал плохие кубы, сразу же Непруха находил кубы еще хуже. Редкое событие. Редактор субтитров А.Семкин